Всем привет! Привет! Вы на канале Стрит-Цефтерия, я Света. А меня зовут Кристина. Андрей и сестрин, мы сегодня ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. И идем дальше. Девочки, сегодня тепло, классная погода. И мы вас поздравляем со Святой Пасхой. Христос воскрес. Да, воистину воскрес. С собой яиц нет, так чекаться пока не будем. Но яйца мы уже накрасили, покрасили. Мы уже были на почте, девчата. У нас работает каждый день теперь почта. Ну, центральная, каждый день без единого выходного. Ну, единственное, 9 мая, 1 мая она не работала. Вот такие вот праздники. А так она работает всегда, каждый день. Пасечки я не пеку куличи, ну, только вот творожную делаю с изюмом. А ты выпекаешь? Нет, я не умела их никогда выпекать, если честно, девчата. У меня когда-то была хлебопечка, и я пробовала один раз сделать. У меня там была форма для куличей. Но у меня все равно он получился как будто хлеб. Ну, вот эту помазочку-то я сделала нормально, вкусно. А вот сама начинка такая вкусная у меня и так и не получилась. Зато их подают. Ну, не умею я их делать. Вон их подают, видите, везде. Я наоборот уважаю тех женщин, которые получают реально эти куличи. У меня этого не получилось. Ну, руки из одного места у нас тут. Пробовал и он раз. Девчата, которые умеют выпекать, да, все молодцы. Девочки, у нас такой вопросик. Здравствуйте, девчата. А бабушка тоже с вами переехала с севера или она местная была, с Кубани? Просто взрослых людей трудно уговорить ее переехать в другое место. Не, она переехала с Азбеста. Да, город Азбест, с Урала. Девчата, мы уже к тому моменту... Мы к тому моменту уже давненько жили, как здесь, в станице Ленинградской. Потом просто бабушка заболела, и мама поехала за бабушкой, за дедушкой. Да, и забрала их обоих. Забрала их сюда, и здесь они уже доживали жизнь свою. Ну, они уже совсем старенькие были. Ну, они очень были счастливы. Не упирались они. Они, наоборот, очень уградывались, увидели море. Дедушка загорал, любил так на воздухе сядет. Поэтому они очень-очень счастливы. Тебе дожбанов там нашел, соседей. Как это музыка у кого-то играет. Так ла-ла-ла-ла-ла. Девочки супер-сюрик. Бабушка все собирала по улице, абрикосы, ругалась. Как так можно? Ходят люди, давят абрикосы. Ну, это просто в диковинку. Там-то у нас не слива так, а на садовник очень хороший. Да, да. Бабушка Клая. У него была огромная дача. Ей, конечно, не хотелось с той дачи расставаться. Ну, они уже все, не могли. Не ухаживали физически. Ничего, старенькие уже были. И зато у нас там был тоже участок. Она там все равно садила цветочки. Все, что хотела. Там же и винограда полно. А у нас было тогда две собачьи. Она так счастлива была, что такси я наиграла. Она все такси забивает. Возьмет научки и наглаживает. Новых друзей здесь взаима. А дедушка любился загорать. Вообще. Водой тельняшки, либо без тельняшки. Я помню, он купил, курил обычные сигареты, приму. А я ему куплю, приеду со Става, куплю ему какую-нибудь сигару. Так он сидит, он говорит, пойду Петьке похвастаюсь, что у меня внучки купили. Девочки, а еще, ну, многие были удивлены, что мы конфеты положили на кладбище. Спрашивали, а зачем это? У нас такого они кладут. Это местная традиция. Девчонки, это местная традиция. Потом еще говорят, а там же будет мусор. Мусор там не будет. Мы наоборот от мусора все выгребаем с могил. А то, что мы конфеты положили, детишки собирают, они там не мусорят. Их тут приучили, никто ничего не скидывает. И в пакеты как же кладут эти все. Какие-то дети собирают и домой потом приносят. Эти конфетки едят. Не только дети, хоть кто может подойти, взять. Ну, там всякие малые мужчины, мужички всякие, которые выбивают. Иногда только разложишь, что мужчина подойдет и все-все сразу со всех могил там забирает. Это нормально. Поэтому многие пока еще стоят, прибираются, смотрят, когда дети подойдут, быстрее пытаются детям конфеты раздать. Как бы просто помянуть родственников. Вот так, кто хочет подходить. Всю жизнь же на Руси поминали. Вот поминание или еще что-то. Кому-то бедным или нищим, или мелочи можно отдать, пойти. Куличи, яйца, полотенца. Кто что кладет. Да. Кто что кладет. Кто сигареты кладет. Это же плохо. Мусор там будет. Девчата мусора не будет. Не успеет он размусориться. Дети все соберут. Вот они прямо знают, в какие дни кладут. Вот сейчас вот каждый выход. Все соберут. Да. И все соберут. Просто все переживают, что не дети, а кто-то еще соберет. Девочки, не важно, кто там соберет. Да это же не важно, это же поминаем. Ты же поминаешь, и это уже не важно, кто подобрал. Конечно. Кто-то приносит, покупает даже хорошие вещи кладет. Там приходят малые муси, люди собирают вот эти поминальные вещи. Одежду там никакого мусора нет. На время там есть туалеты везде, везде мусорки есть. Там и убосики есть, даже если какие-то пакеты случайно полетят, там и прибирают же. Девчата, мы когда с Урала приели, при чем в центре иногда бывает. Мы очень были удивлены, наоборот, этим интересным традициям. Но зато, знаете, какой плюс? Никто не забывает свои могилы. Нету никаких брошен. Тут позор, если ты не приберешь на могилах. Потому что ты должен до праздника прибраться, желательно. На праздник уже должны быть чистые. Все могилы должны быть чистые. Если ты как бы не прибрал, то что это такое? Что соседка скажет? Она-то там ходила, смотрела. Конечно. Она-то видела. А там саняк один тачит, то что ли, лавочка облупилась. А ты почему детям и внукам не сказала, что они там не допололи? Да. Понимаете, друг за другом следят люди, что, ну, должны уважать... Деревья там подпиливают, если какая-то ветка тачит, еще что-то. Должны как бы уважать вот эти вот... Это традиция, в общем, кубанская. Кубанская традиция такая. Поэтому вы не удивляетесь этому. Нам тоже было удивительно, когда мы с Урала приехали, потому что там так прямо на родительский день не ходят после Пасхи. Ну, похоронили там, когда прибираются, покрасить. Давно не красил, приходят. Все в разное время ходят. А тут прямо, как бы, такое вот... Прямо серьезно. В этот день на Кубани нерабочий. Вторник, понедельник-вторник идет. Неделя после Пасхи идет, вот, получается, на следующей неделе. В понедельник и во вторник будут два выходных на Кубани. Выходных. Да, выходные здесь сделаны. Прямо не на одну работу. Официальные выходные, чтобы люди поехали поминать. Поэтому, знаете, тут как бы эту именно традицию серьезно соблюдают. И поэтому, ну, не удивляйтесь, такая вот традиция. Как вот в другой стране что-то другое. Есть там то-то. Конечно. Уходите. У всех разных. Да. Какие-то ритуалы поэтапные. Удивительно, ну, везде свое. Мы сейчас пойдем, попьем кофе и поговорим про похудение. Да. Девчонки, а сегодня вечером я еду тоже балку. Да, с ночевкой. Все, мы поснимаем. Да? Да. Это очень хорошо. А я так делаю, как будто я не знаю. Надеюсь, погода такая вот и будет, хорошая. Это замечательно. И потом мы все в ролике будем вставлять. Может быть частями, может быть сразу. Девчата, следующий комментарий. Девчата, ну, у вас как, появилась энергия? Какую вы сейчас калорийность соблюдаете? Ой, энергия вообще хоть каличом бьет. Да, да. Энергии хоть отбавляй. Очень много. Да. Благодаря питанию, спорту, то, что мы высыпаемся, не пьем. Очень много энергии. Просыпаешься прямо в бодром духе. Ну, когда занимаешься хорошо, ну, вот у меня прямо сегодня попа сильно болит. Попа с ногами. Но я все равно соскочила бодренькая, веселая. Да. Все очень хорошо. В этом плане про бодрость. Нет такого ощущения, что я как разбитая корыта проснулась. Вот, калорийность какую мы соблюдаем? Полторы тысячи. Ну, вот тут, когда я мороженое ела, у меня выходило 1700. Я сейчас опять не считаю. Ну, примерно, вот как на той неделе, конечно, делаю. Ну, не считаю уже. Мне уже все, надоелось. Круассан мы ее занесем. Почитаем. Ну, это завтрак. Ну, он 300 или 400 килокалорий всего вышел. Я каменевую ничего не ела. И до обеда я не буду. В обед только есть. Некоторые на 700, на 800 просто полезной еды наедают. Ну, я прям наелась, объелась. Он большой, и там колбаса, сыр и зелья. Ну, вот эти углеводы с мясом и сыром можно на завтрак есть. Прекрасно. Ну, не регулярно, но так иногда и редко можно. Так, что мы еще хотели с тобой рассказать? Я уже забыла. Да, про спортзал хотели рассказать. Мы просто тут встретили нашу подружку, девочку, со спортзала. Она тоже ходит заниматься. Зоя. Зоечка. Зоя. Вот, и что-то раз говорили, что нам там один мальчик советовал, что мы мало ходим в спортзал. Три раза в неделю этого мало. Вот, и мы с Зоей тоже разболтались. Она говорит, ну, я как-то ходила три раза в неделю на силовые и два раза в неделю на кардио. И получается в неделю пять раз. Вот, просто сильно устаешь, конечно, но эффект был. Потому что она, когда кардио, она просто ходила на беговой дорожке час. На скорости 6,5 километра. Да, быстрым шагом она вся потом прям изливалась. Очень хорошо потела. И питательную делала пресс. И пресс делала в этот день. И три раза в неделю кардио. Но она говорит, за лето что-то она там набрала. Немножко, да. Она набрала немного, и она говорит, я хотела прям хорошо сбросить вес. И она говорит, помогло. Три недели она вроде бы ходила там. Что прям аж пять раз. Хорошо схуднула. Ну, говорит, тяжело, конечно. Устаёт, но устаёшь очень сильно. Ну да, она тоже у нашего тренера занимается, у Юли. Ну, сейчас она постоянно стоит три раза так же ходит, как мы. Девчата, это вот та девушка, которая была около 100 килограммов. И сейчас она 67, что ли, весит. Ну, спустя три года. Девочки, это всё к чему? То, что... Вот многие думают, ой, я похудею за один месяц. Ну, можно, конечно, на один месяц на 10 килограммов похудеть очень быстро, ничего почти не есть. Ну, если ты 100 килограмм, то эти 10 килограмм не особо-то и много. Да, не особо и много. И можно на небольшом весе за месяц на 10 килограмм похудеть, если ты голодовками займёшься. Ну, будет ли это сильно полезным похудение? И не будет ли возвратов? Да, откатов. Потом надо так себя опять держать в руках, выстроить опять подсчёт калорий. Например, полторы или 1200 выбрать, когда ты будешь выходить из этого резкого похудения. Но никто с ней сдерживается. Все похудели до какого-то даты определённой и быстренько опять давай наедать этот вес. И ровно через месяц опять эта же десятка обратно вернулась. Очень быстро в основном всё возвращается. Почему говорят сильно быстро не стоит худеть? Лучше потихоньку как-то. И я вообще не видела, ну, чтобы прям идеально человек похудел быстро, манил нееносно, и он всё время остался в этом весе, на всю жизнь потом. Обычно как-то все так медленно худеют, но зато те, кто прямо сильно медленно худеют, они как-то хорошо потом... Ты не заметил, как он похудел. Как-то всё время ты не понял, ты забыл, что он был такой толстый, потому что он настолько медленно худел, что потом ты смотришь какие-то фотки старые, а он, оказывается, был таким толстым когда-то. Ну, если у вас не терпячка, как у меня, можно, допустим, скиньте 10 килограмм, потом походите там месяца 2-3 в этом весе, ничего больше не скидывайте и не набирайте, удержите этот вес. А потом опять начинаете резко скидывать, если у вас не терпячка. Ну, лучше этого не делать. А получится ли вот это? А потом держите этот вес, это самое сложное, держите этот вес. Ну вот, просто если ты сразу после этих 10 опять пойдёшь, то точно не получится. Так я вот про это же всё говорю. А так будет передышка небольшая. Я про это всё говорю. У кого не терпячка, у него потом такая же не терпячка жрать в три горла. Ну, не всегда. У кого компульсивный мозг, он компульсивно пытается сбросить, и потом он компульсивно так же пытается наесть быстро это. Потому что тебе не хватало, и ты быстрее что бы съесть. О, Пасха, можно поесть. Ну, все лишних там 25 килограмм, знаешь, скинул десятку. Потом походи немножко с этим весом, потом дальше продолжай. Ну да. Девочки, ну что, выходи яички светить. Расскажите нам, напишите. У нас, как всегда, там возле церкви столько людей. Да, очень много людей было. Да, колокола, вообще красота, конечно. Обожаю напарку. Расскажите, что вы сегодня едите. Многие начинают ехать сало, и там мясо разное. Ну, это кто вообще пост соблюдал? Я вам уже рассказывала, когда я пост соблюдала. Может, кто на шашлыки поехал, пишите, кто чем занимается. Я когда соблюдала пост, я потом поела сало ночью. У меня потом так разболелся желудок. Ну, конечно. Голодала, а потом постное все ела. Да, я так хотела. Именно почему-то сало с хлебом. Потому что тебе жиров не хватало, жиров не хватало. И я сделала себе два бутербродика вот с этим салом. Не точнее, не блевала? Нет, четыре кусочка я всего положила. Тонюсеньких, девочки, но это все равно граммов двадцать сало. Но очень калорийное. И получается, я разложила на два двойных. Потому что ты не переела. И да, я их съела, получается, два двойных кусочка хлеба черного, с луком зеленым, с яйцом и вот такие сало, четыре маленькие кусочка. Ну, это немного. Ну, я наелась, и у меня прямо, ну вот, прям тяжесть была. Как будто у меня стоишь. А если бы ты съела жирный чебурек какой-нибудь, и бубная вырвала? Ну, да. Она просто стояла потом, как будто у меня в желудке все стояло. Думаю, ну куда ты ела столько сразу сала? Зачем? Ну, хоть не переела, ты мало еще назвала количество сала. Сало можно хорошо поесть. Так вы представляете, я за это время реально соблюдала и ела, например, только вареные каши. Вареные каши. Например, шампиньоны там тушила без масла, без всего, как всегда. И вот после такой полезной пищи, двухнедельной, полностью очищения организма, похудения на 17 килограмм, ночью наестся сало. Опять, это все про вот эту компульсивную историю всю. Тот, кто быстро пытается похудеть, только... Потому что тебе не хватало этого. Нет, я увидела это только сало на столе, и все. Превратилась в нендентальца сразу. Так же, как на белке, вот перед... Ну, спецмены-то рассказывают, что перед тренировками на белке сидят, они ходят, и прямо запах вот этого хлеба, булочек. Так, углеводов не хватает. Ну, да. Короче, чего не хватает, на том ты думаешь постоянно. Да-да-да. Жаю-жаю. Девочки, а мы сейчас пойдем еще в спортзал, и еще чуть-чуть на один вопросик ответим. При спортзале. Завтрак у меня будет опять очень калорийный и вкусный. Овсяно-блин с начинкой. А начинка вареная курица 60 грамм, помидор, огурец, болгарский перец, сельдерей. И с кофе я выпью, заместо сахара, 3 финика. Я уже посчитала, это 26 грамм. В обед мы со Светланой будем кушать плов и свежие овощи. Пекинскую капусту, помидоры, огурцы и зелень. На ужин ем 2 кусочка наваги, рыбы, а также капусту свежую, болгарский перец и огурец. Девчата идем в спортзал. Так Деня сгулялся, прям жарко-жарко. Да, я сейчас забежала, я нуське купила новую фойму, потому что уже в брюках очень жарко. Купила я юбочку, блузку, сказал ты мой, кого мы еще одну добавочную. Она, кстати, подросла еще у роста. Да, и все мало, блин. В начале года покупаешь... Соли уже пузка по пупок, да? Конечно. И она такую модельку выбрала, ну, необычную, как она обычно... Я просто ее сегодня обнимала и заметила, что она уже вот так вот. Выросла, да. Еще такие вот... Телесные, тоосики из Дюстгалтия. Ну, такие топик. Потому что это нам на танцы сказали. Ну, и так. Так-то в школу мы в обычных ходим, белых, а на танцы надо телесные. А я хотела себе цветные лосины. Девочки, мы же вот, помните, привезли разноцветные лосины, вот эти яркие, но они только до 52 размера. До бедра 110 сантиметров. Да? Ну, да. А у нас, во-первых, все спрашивают на 130 бедра. Просто, знаете, такие хочется тоже яркие какие-то лосины и длинную футболочку, чтобы же пень-то прикрыта была. А сами-то лосины хочется тоже яркие. А попа у тебя красивая, ты можешь ее не прикрывать. Можешь что-то не говорить, когда люди мимоходят, а то все обернулись. Все посмотрели на твою попу. Все-таки что-то не то. Что-то эта женщина не так говорит. Все в низе. Что это говорит? Про кого это она? Про эту тетку? Не правда. Про эту старушку? Просто хотелось лосины яркие, сверху какую-то футболку. Ну, вот типа такой же, только по длинней. Чтобы, вот смотрите, например, розовые лосины и тоже, чтобы розовая полосочка была, только туничка по длинней, чтобы прикрыто было все. И шовт на попке, чтобы выделялась попка. Нет, это уже жуткое место, чтобы было все у меня закрыто. А, ты хочешь подболочку, чтобы попка прикрыта была, да? Ну, а лосины яркие, красивые. Почему они только на стройняшек делают? Не всегда это удивляло. Почему красивые вещи делают только до, например, 50-го размера? Ну, видишь, мы же находим, может, и лосинки найдем, такие, как ты хочешь, на крупненькие размеры. Я всегда хотела джинсовые юбки только всего модного. На вот такую вот шеребушку. И косухи тоже по всему, где мы только не искали, нет. Только очень тяжело это все найти, как найды находим. Найды мы найдем. И лосины найдем. Лосины мы яркие тоже найдем. Только, знаете, когда в конце лета, когда они уже не нужны будут? Ну, потому что мы уже все ходим и душим. Почему не шьют? И это вот они отошьют, наверное, только в конце лета. На всех складах задолбали, где наши лосины на 64-й размер. А они такие, вы что, таких мы не шьем, такого не бывает. Ну, вы же можете заказать нам. А что хотят? 64-й размер хочет розовые лосины? Конечно. Да, хотят. Девочки, напишите, вот кто тоже, как я, хочет такие же розовые лосины. Я думаю, много, кстати, напишут людей тоже. Что, пошли заниматься? Да, а то мы мимо спортзала ходим. Пошли, нам еще и изогреться надо. Да. Так что, девчата, мы пошли. Все, мы побежали. Комарик. В принципе, жим штампе классический на ровной скамеечке. На ровной скамеечке. Жим штампе 20. Жим гонцельи на наклонной скамейке. То есть чуть-чуть поднимаем наклончик. Чуть-чуть поднимаем 20. И сведение подъявляет, а вот здесь 20. Ага. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 в стеночке, диск положили, даблетки взяли, выпад. И сколько? 15? Здесь коленку вперед не выводим, коленка на пятки, назад ее тоже не выводим. То есть более все время стабильно. Тоже 15. 15 сделали, гортель смайли. През напряжение, перекашиваемся, слегка придерживаемся. Сделали 15. Другая нога. И потом все то же самое на другую ногу, да? Все на другую ногу. Ага. Топорик! 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 Да! Да! Я не знаю почему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, на обед я купила себе салат Цезарь с руками. Субтитры сделал DimaTorzok Тут немножко есть майонез, еще курица, много очень зелени, все салаты, рукава, помидоры, ну вкусно очень. Ну это весь обед будет такой. Субтитры сделал DimaTorzok